Здравствуй, новая жизнь! С таким девизом ярко отметила свое совершеннолетие и выступила с первым сольным концертом очаровательная девушка Сандра Топ. Сначала, в первый день, я вообще не понимала, что изменилось, но потом, когда меня пустили в караоке, я уже почувствовала эту взрослую жизнь. Наша младшая сестренка, чтобы у тебя все было хорошо, счастья, любви тебе и всего самого прекрасного. Ура! Выросла творчески на наших глазах. Она настолько самобытна, она настолько естественна и с такой правильной дерзостью на сцене. Я просто рад за Сандру, что она настолько как артист быстро развивается. Друзья, коллеги, артисты, которые пришли поддержать Сандру, вспоминают ее совершенно маленькой девочкой 3-4 лет. А уже сейчас она является потрясающей девушкой и большим артистом. Когда-то она сидела у тебя на руках и называла Дмитрия Александровича, а потом со временем я повзрослел, и она, простите, тоже. И сейчас она меня называет просто Дима. Она бунтарка через музыку, через смысл. Такая немного меланхоличная героиня, которая всегда смотрит вдаль. Говоря о воспоминаниях, мы решили узнать у гостей, как проходило их совершеннолетие. Мое совершеннолетие было на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Я была принята в Мариинский театр художественным его руководителем Олегом Михайловичем Виноградовым еще за год до окончания балетной академии. И когда меня спрашивают даже про выпускной, был ли он у меня, вот моим выпускным был бал, который был в Лебедином озере. Мне в 18 лет первая золотая медаль была. Да. И я был уже звездой, но я об этом не знал. Ко мне пришли друзья, подруги, и мы такое закатили день рождения. Не все, конечно, праздновали свое совершеннолетие на сцене Мариинского театра или получая золотую медаль. Кто-то решил отпраздновать так, по-простому, по-домашнему. Это было просто ужас. Я попросил родителей уехать, собрал вечеринку у себя дома. Мои гости разломали все, что было, то есть побили окна, стекла, все там в дыму в каком-то были. Родители уехали, я еще был наказан после этого около недели. Поэтому после того случая, после своих 18 лет, я не собираю никаких вечеринок дома вообще до сих пор. Сама Сандра уже четко понимает, что вступает в новую жизнь и имеет совершенно другие права. Понимаю, что уже я более ответственная, и если я как-нибудь ошибусь в жизни, то меня могут и наказать. Но на самом деле, давайте по-честному, не так важно, какой возраст прописан в паспорте. Главное, как ты себя ощущаешь, ну или чувствуешь, как телеведущий Роман Миров. Мне в душе 18 лет действительно так и есть. Я не знаю почему, мне даже иногда не продают какие-то игристые напитки в магазинах, просят паспорт. Возраст возрастом, но без подарков и поздравлений не обошлось в этот теплый вечер. Пусть ее звезда сияет еще ярче, и пусть ее творческий путь будет усыпан аплодисментами, цветами, поклонниками. Я думаю, что у нее будет большое, хорошее, красивое будущее. Сандра, будь всегда такой же рискованной, целеустремленной и амбициозной. Конечно, я хочу спеть. С днем рождения тебя! С днем рождения тебя! С днем рождения, Сандра! С днем рождения тебя! Чтоб твои мечты забывались и ты была счастлива. Обожаю, люблю, твой Дима Писарев. Да! Кроме душевных пожеланий, Сандры прямо на сцене предложили стать участницей группы Тайпан, на что она непременно согласилась и была невероятно счастлива и удивлена. Что на сцене? Новый участник Тайпан, Тим. Я скажу так, что это все спонтанно. Я смотрел, она харизматичная, такая талантливая. Я думаю, блин, а вот если нам бы такую зажигалку в коллектив и все прямо вот так вот, думаю, все, готов, беру. Кстати, в этот день были не только уже известные хиты, но и яркие премьеры, как, например, Сандры Топа из Токио, а также новинки от дуэта Манаби и Сатори с песней «Антарктида» и совместный трек Сандры «Ты мое золото». Будет еще ряд песен в этом трио. И немаловажно, в сентябре, может быть, в октябре у нас выйдет клип на эту песню. Счастья, любви, творчество. Очень талантливый человек. Нам очень понравилось с ней работать как артистом. И желаем ей стать суперзвездой вселенского масштаба. Сто процентов. Конечно, Сандра осталась под большим впечатлением от прошедшего праздника и в завершении вечера поделилась своими эмоциями. Я просто в шоке. Я счастлива. Это был лучший день в моей жизни. И я бы хотела пожелать всем, кто мечтает, мечтать и верить в свою мечту, и добиваться всех своих целей. Потому что то, что произошло со мной сегодня, не передать словами. И очень бы хотела пожелать каждому ощутить то, что я ощутила сегодня. Пусть и правда сбываются мечты. Приходит все самое светлое, доброе и счастливое.